всем привет с вами алекс ки и я хотел рассказать о своем путешествие в эти новогодние каникулы я сел в машину так как я не люблю сидеть дома сел в машину и поехал смотреть самый ближайший очень интересный город по моему мнению это город ешкарала находится он неподалеку всего в двух часах езды от города казани но первоначально мне город не совсем понравился потому что для автолюбителей там очень ужасные дороги но 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 совсем недавно я узнал что в городе строится асфальтно-бетонный завод поэтому я надеюсь что в ближайшие несколько лет он наладит свои мощности и в ближайшее время изменится ситуация по состоянию автодорожного полотна первое впечатление было город как город ничем не примечательный тем более за окном зима и не очень сильно хочется в это гулять но после того как начало свое пешее путешествие мое мнение кардинально поменялось город показался очень современным интересным ну и вот подробно я вам сейчас покажу все в деталях так как город маленький его можно наверное обойти весь за целый день все они интересные места расположены в центре города вот например интересный музей очков затем я увидел рядом с этим музеем интересное здание у местных я уточнил то что это оказывается образовательное здание под этой крышей находится и школа и детский сад правда же форма здания очень интересная также очень много церквей они расположены почти по всему городу помимо церквей этот город славится большим количеством различных памятников а вот например очень интересный момент установлена похожие башня спаская как москве а это здание вроде как торговый центр на первом этаже и на втором этаже расположены различные магазины а вот фасад этого здания украшен такими живыми часами кстати рекомендую посетить тоже находится на поделку от центра удивило что даже период зимних каникул детьми проводятся различные мероприятия вот например непонятно что они делали просто маршировали под этими часами так как у меня были с собой коньки я не опустила шанса покататься на ледовое арене в городе ешкарова но это перед вами памятник петру и февронии находится он тоже в центре а также вот расположена такая вот красивая набережная напоминает чем-то голландию вот это ракурс с другой стороны на церковь также там есть очень много административных зданий интересно оформленных вот например здание национальной галереи которая также украшена вот такой вот инсталляции которая движется в определенные часы выглядит оно очень интересно в виде замка очень поражает архитектуру этого города все представлено в красных тонах в основном используется красный кирпич здание очень интересное рекомендую всем посетить этот город если у вас будет время напомню еще раз ехать из города казани городе шкала всего лишь два часа можно также вкусно в центре и недорого покушать так как в центре города расположена знаменитая кафе тарелка который рекомендовала ревизора если понравилось видео ставь лайк также подписывайтесь на канал и колокольчик чтобы не пропустить новые видео так как впереди много путешествий и много интересных новостей я вам расскажу всем пока а